МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На сегодняшний момент в Магнитогорске осталось в живых 16 блокадников, что не смогли сделать голод, холод, жестокость нацистов, доделывает безжалостное время. Это итоговая информационно-аналитическая программа телекомпании ТВИН. Время местное события недели. Здравствуйте, я Игорь Гурьянов. Мы анализируем только то, что случилось на самом деле, что стало по-настоящему ярким событием, и то, что действительно волнует, радует, беспокоит большинство магнитогорцев. Смотрите в выпуске. Тревожная тенденция. За одну неделю два репортажа о дорожно-транспортных происшествиях, где пострадали дети. Дешевеющие продукты – это реальность. Губернатору области Алексею Текслеру удалось договориться о регулировании цен с крупнейшими производителями и торговыми сетями. Следующая остановка – будущее. Магнитогорский трамвай встречает 85-летний юбилей существенно обновленным. Не оплошать бы с логистикой возле торгового центра «Континент» началось строительство нового гипермаркета. Не просто имя. В канун Татьяниного дня наши корреспонденты выяснили, сколько Татьян трудится в четвертом листопрокатном цехе. И сейчас об этих и других событиях более подробно. Ребенка он просто не заметил. Пьяный водитель в Магнитогорске на пешеходном переходе сбил девочку, которая спешила в школу. Теперь об уроках и занятиях ей придется забыть как минимум на полмесяца. С черепно-мозговой травмой она находится в травматологии детской больницы. Кстати, это дорожно-транспортное происшествие стало в этом году уже четвертым по счету с участием детей. Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 января в 7.50 утра вот здесь, на улице Пушкина, у дома номер 12. 13-летняя девочка направлялась на остановку. Она шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Увидев, что машина в крайнем правом ряду остановилась, она смело шагнула на проезжую часть. Через мгновение ее сбил автомобиль Део Матис, за рулем которого находился 22-летний мужчина. В объяснительной он позже напишет, что просто не заметил девочку, а тому, что соседний автомобиль притормаживает, не придал значения. Водитель прошел процедуру медицинского освидетельствования на состояние опьянения, по результатам которого установлен факт опьянения. Экспертиза выявила в крови водителя 24 промилле алкоголя. Это при том, что молодой человек в таком виде направлялся на работу и даже вез с собой коллег. Правда, к чести водителя все же нужно отметить, что он мгновенно выскочил из авто и подбежал к пострадавшей, вызвал скорую помощь. Чего нельзя сказать об остальных свидетелях аварии. На видео с камер наблюдения видно, что машины, проезжавшие мимо, даже не снижали скорость. Через несколько минут после ДТП девочку с переломом бедренной кости и закрытой черепно-мозговой травмой доставили в отделение травматологии детской городской больницы. При поступлении выполнены все необходимые ей диагностические мероприятия, рентгенография необходимой конечности, которая оказалась повреждена, и КТ головного мозга. Выполнено наложение гипсовой лангеты, назначено лечение по сотрясению головного мозга. Ребенок находится в настоящее время в отделении. Состояние его стабильно средней тяжести. Мама пострадавшей, кстати, сама работает в медучреждении. Она дежурила в тот день и принимала дочь. Сейчас состояние девочки стабильное. Ее обещают выписать через 10-14 дней. И тогда же будет решаться судьба виновного в ДТП. После выздоровления пострадавшей девочки, а также прохождению ей судебно-медицинской экспертизы и установлению степени вреда здоровью будет решаться вопрос о привлечении водителя к уголовной либо административной ответственности. За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права на управление сроком от 1,5 до 2 лет и административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Для мужчины это будет первым привлечением к ответственности. Его водительский стаж составляет 6 месяцев. И ранее правила дорожного движения он не нарушал. Напомним всего. С начала января в городе зарегистрировано уже 4 ДТП с участием несовершеннолетних. Травмы получили 5 детей-пешеходов. И лишь в одной из аварий была установлена вина ребенка. Евгения Солохудинова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН. Печальная статистика дорожных войн пополняется новыми фактами с каждым днем. В Магнитогорске только за одни сутки, 21 января, произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, три из которых с пострадавшими. Среди жертв ДТП два пешехода, причем в одной аварии пострадал подросток. На этих фото запечатлены первые часы после аварии с пострадавшим пешеходом дорожно-транспортное происшествие случилось 21 января рано утром. В 7.30 утра в районе дома номер 32А по улице Труда водитель автомобиля ВАЗ-2110 совершил наезд на 15-летнего подростка, который, внимание, переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. Водители автомобилей, которые двигались в крайне правой и крайне левой полосах, успели остановиться, а десятка вылетела на пешеходный переход. Водитель двигался в средней полосе со стороны проспекта Карла Маркса в сторону улицы Жукова. Подъезжая к регулируемому пешеходному переходу, ему переключился сигнал светофора на запрещающий. Он применил экстренное торможение, но остановиться не смог. Водитель после аварии сразу же подбежал к мальчику, самостоятельно отвез его сначала к родителям, а затем в детскую городскую больницу. В результате наезда 15-летний подросток получил травмы в виде ушиба волосистой части головы, ушиба левой голени и перелома ключицы. Ему назначено амбулаторное лечение. Кстати, пострадавший мальчик является кандидатом в мастера спорта по карате. На днях он должен был принять участие в региональных соревнованиях, но, скорее всего, турнир ему придется пропустить. Провести неделю на больничной койке, а затем пройти курс полугодовой реабилитации предстоит и второму пешеходу, пострадавшему в этот день. Под машину 58-летний мужчина попал в 12 часов дня на пешеходном переходе у дома номер 19 по проспекту Пушкина по дороге в магазин. «Посмотрел налево машины, далеко, я наступил на переход, они начали потормаживать, но я пошел по переходу и направо, как обычно. Смотрю, а там машины тоже далеко, только перекресток переезжает. И тут бах! Ну, я успел буквально на полсекунды повернуться, успел, потому что я машину заметил, что она и удар. Водитель молодец, значит, этого. Он подошел, я там орал немножко, больно было. И главное, я упал на левый бок, а сломалась на правом. Я ему говорю, давай скорую, давай скорую. Быстро привезли, быстро обследовали, быстро сделали операцию, и главное, хорошо. Очень мне понравилось». Лечащий врач Александр Александрович рассказал, пациент поступил в состоянии средней степени тяжести, с травмами костей, нижней конечности, с многочисленными ушибами. Через три с половиной часа после поступления в отделение он был прооперирован. «Травма достаточно серьезная, лечится ему как минимум 4-6 месяцев. Медиальный перелом шейки бедра с незначительным смешлением, что соответствует классификации Гарден-1, Гарден-2. Учитывая не пожилой возраст пациента, сделана операция остеосинтез. Учитывая сроки, что мы проверили в первые же сутки, устранили все смещения, вот это хорошая фиксация, надежда на сращение достаточно хорошая». Специалист отмечает, этой зимой в отделение травматологии каждую неделю поступают 2-3 человека, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. «В связи с тем, что у нас сейчас сыро, все время гололед, я вот сам являюсь водителем, и дорожное покрытие у нас достаточно скользкое, поэтому хотелось бы обратиться к трудящимся, чтобы проявляли все-таки взаимное уважение, чтобы водители скоростной режим соблюдали, пешеходы переходили в нужном месте, вот и даже если они идут на зеленый свет, то посмотрели по сторонам». По факту наезда на пешеходы на проспекте Пушкина сотрудниками госавтоинспекции проводится административное расследование. После установления степени тяжести вреда здоровью будет решаться вопрос о передаче материалов дела в следственный отдел УВД. «Помимо этого, сотрудниками госавтоинспекции устанавливаются очевидцы дорожно-транспортного происшествия, наезда на мужчину, так как в социальных сетях была размещена информация, что ему оказывали помощь на месте, просим всех обратиться по телефону дежурной части 20-90-14». Евгения Солхудинова, Александр Макаров, телекомпания ТВИН. «Световозвращатель нужен каждому». Акцию под таким названием проводит Магнитогорская госавтоинспекция совместно с администрацией города. В ходе мероприятия все ученики начальных классов должны получить фликеры, специальные значки, наклейки, брелоки, которые позволяют пешеходу стать заметнее на дороге в темное время суток. Накануне такие подарки получили первоклассники в 47-й школе. На уроки безопасности побывала наша съемочная группа. В этом учебном году впервые за школьные парты сели почти 6 тысяч юных магнитогорцев. Только в 47-й школе обучаются более 200 первоклассников. Каждый день они добираются от дома до учебного заведения и обратно. Между тем, по статистике, наезд на пешехода один из самых распространенных видов ДТП в Магнитогорске. В текущем году, в январе, у нас зарегистрировано уже 4 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 5 детей получили телесные повреждения. И в двух ДТП у детей отсутствовали световозвращающие элементы, а двигались они в темное время суток. Отчасти, конечно, это тоже послужило причиной ДТП. На специальном уроке безопасности перед первоклассниками выступил отряд юных инспекторов движения «Автостоп». В форме театральной постановки они рассказали о правилах поведения на дороге. Ситуация с дорожным травматизмом обостряется с наступлением темного времени суток, когда пешеходы недостаточно заметны для водителя. И здесь на помощь юным участникам дорожного движения приходят световозвращающие элементы – фликеры. Маленькая подвеска на шнурке или значок закрепляются на одежде, наклейки на рюкзаке или сумке. На первый взгляд светоотражатель выглядит как игрушка, но его использование, по мнению экспертов по безопасности дорожного движения, снижает детский травматизм на дороге более чем в шесть раз. Если пешеход не использует световозвращающие элементы, если это еще и одежда темного цвета, то это расстояние 15-20 метров. При условии включенного ближнего света фар на автомобиле, если пешеход использует световозвращающие элементы, то это расстояние увеличится до 200-250 метров. В конце урока каждый из первоклассников получил световозвращающий значок. Кстати, подобные элементы гардероба в некоторых западноевропейских странах являются обязательными. Павел Берсенев, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Продолжаем программу. Порывистый ветер и облажной снег. В минувшую среду зима Яна дала понять магнитогорцам, что не хочет сдавать свои права. Как оказались готовы к борьбе с последствиями снежной стихии сотрудники дорожных служб в нашем следующем сюжете. Для сотрудников дорожных служб не бывает плохой погоды. Есть такие профессии городские магистрали и внутриквартальные проезды от снега расчищать. Сегодня на упорку улиц Магнитки вышло порядка 130 единиц техники. Хоть зима в этом году выдалась мягкой, работы у сотрудников дорожных служб хватает. Трудится стабильно в круглосуточном режиме. За 24 часа на полигоны вывозят около 4 тонн снега, а в снегопады в два раза больше. При снегопадах мы усиливаемся, вызываем дополнительную технику. Поэтому, по крайней мере, со всеми снегопадами в этом году справились и справимся в дальнейшем. На сегодня, рассказал Дмитрий Гаврилов, почищено большинство городских внутриквартальных дорог и поселков правобережья. Активная работа по уборке снега ведется в скверах на Левом берегу и Белорецком шоссе. Ежедневно спецтехнику магнитогорцы видят и на центральных проспектах города. Пользуясь случаем, директор дорожного специализированного учреждения озвучил свое пожелание горожанам не создавать помех для работы снегоуборочных машин. Горожанам, я хочу сказать, что нужно маленько потерпеть. Это же все делается для нас, для жителей, для автомобилистов, для пешеходов. Расчищается уличная дорожная сеть, чтобы им же потом было комфортно ездить. Юрий Егорович в бригаде по уборке снега работает третий год. Свой самосвал ласково называет мозаика. Маз, потому что поэтому мозаика. За 12-часовую смену на своем мозаике Юрий Егорович совершает до 8 ходок на полигон по вывозу снега и каждый день сталкивается с неуважением со стороны автолюбителей. Вообще ужас какой-то. не понимают вообще. Даже вот идешь, чистишь, встают перед погрузчиком, могут перед машиной встать. Ничего нет. Не боятся ничего. Сегодня небесная канцелярия забот сотрудникам дорожных служб явно прибавила. А значит, работа продолжается в усиленном режиме. Дина Наумова, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Официальные хроники в событиях. Сброс мусора в неположенном месте и организация несанкционированных свалок. Это наиболее часто встречающиеся правонарушения, с которыми работают районные административные комиссии. Об этом, числе прочего, говорилось на очередном пятничном аппаратном совещании в администрации города. По фактам сброса мусора в неустановленных местах и его сжигания в 2019 году составлено 186 протоколов, сумма штрафов без малого 375 тысяч рублей. Организации настоящих свалок в Магнитогорске грешат как физические, так и юридические лица. 19 таких дел рассмотрено административными комиссиями. Сумма наложенных штрафов более 85 тысяч рублей. Полмиллиона рублей взыскано с четырех сотен нарушителей за организацию торговли в неустановленных местах. Местный бюджет по состоянию на 1 января поступило взысканных штрафов за 2019 год 1 миллион 670 тысяч рублей. Годом ранее эта цифра составляла 1 миллион 257 тысяч рублей. Рост на 32 процента. Взыскиваемость штрафов в 2019 году составила 92 процента. В 2018 году процент долг пониже 79. Тему административных правонарушений поддержала и Марина Зинурова. Городские правила благоустройства далеко не для всех являются руководством к действию. Напротив, у контролирующих органов создается впечатление, что зачастую на эти правила просто закрывают глаза. К примеру, только за два последних месяца выявлено четыре нарушения при производстве земляных работ. Три протокола составлено за повреждения либо снос зеленых насаждений. Незаконно спилено восемь деревьев и уничтожено пять метров двухрядной живой изгороди. Нарушитель заплатил штраф и более 100 тысяч рублей на восстановление. На основании поступивших обращений жителей города с сотрудниками управления совместно с сотрудниками отдела ГИБДД ОМВД по городу Магнитогорску продолжаются рейды по выявлению и пресечению фактов стоянки автотранспортных средств на газоне. В результате проведенных совместных мероприятий в отчетном периоде было составлено 42 административных протокола по указанным нарушениям. Завершая совещание, Сергей Берников напомнил руководителям соответствующих служб о необходимости быть готовыми к борьбе с последствиями возможных сильных снегопадов. И надо, чтобы снег шел, снег нужен, нам нужна влага к весне, вот, это хорошо, если снег будет, но там, где его не должно быть, а я имею ввиду, это дорожное покрытие, это тротуары, места посадки, высадки людей из трамвая, из общественного транспорта, карманы, Дмитрий Юрьевич, всевозможные парковки, обратите на это особое тоже внимание, они должны быть все тоже очищены от снега. Андрей Рыжков, Владислав Гусев, телекомпания ТВИН. Новую школу в 145-м микрорайоне сдадут в срок, несмотря ни на что. Об этом заявил глава города Сергей Бердников. Накануне он проверил ход строительства. Интересовался всем от электропроводки и отопления до соответствия плана проектировки. Подробности далее. Так, а что с переходом? Ну, переход тогда здесь в кран. В кран, ну, ну, то есть здесь восстановленный кран был последний. Сейчас данный период его оттуда убрали, поэтому установили вот там, там переход заканчивается. А сейчас, если мы переход поставим, он нам не перекроет, там ничего. Школу чиновники управления образования посещают раз в неделю. Чуть реже наведывается глава города. Но все под контролем. Здесь уже залили полы, заводят тепло, установили окна, специалисты проводят канализацию, водопровод и отопление. Масштаб и размах строительства впечатляют. Вы сами видели, объемы большие, холлы большие, 8,5 тысяч полов, только надо почти гектар уложить. Стены высокие, потолки подшивные, армстронг потолки, грильятты вы видели, да? Вот к этому процессу мы сейчас подходим. Понятно, что это нужно тепло в здании. Ну, я считаю, задача вполне реальная. Новое здание будет филиалом школы номер 7, которая находится через дорогу. В будущей школе три спортивных зала, один из них в корпусе для начальной школы. Кроме того, планируется тренажерный зал и даже мини-кинотеатр. Но устойчивая и теплая погода немного нарушает планы строительства. Кое-где по стенам побежала вода. Это затягивает начало отделочных работ. Вообще-то работы ведутся. Наверное, да, неплохо. Но январь уже закончился. Время осталось. Но я считаю, у нас с вами шесть месяцев. Это уже под ключ. Потому что потом будет работа большая должна проделываться по сдаче, по приемке. Набор учеников начальной классы уже открыт. Чуть позже решится вопрос со старшеклассниками. Школа в некотором роде уникальна. Здесь есть четкое разделение между корпусами для младших классов и старшим уровнем. Новый стандарт строительства. Начальных классов 16 планируется, а там будем уже смотреть. Потому что первая школа, большую часть мы набрали все-таки начальную школу. Строительство идет полным ходом. Вот-вот подключат освещение. Но, по мнению главы, все должно соответствовать проектным работам, от которых отступать ни на шаг нельзя. Сегодня подрядчик справляется с графиком в полном объеме. замечания конечно есть, но они будем говорить носят наверное сегодня характер эксплуатационный. Но так всегда бывает. К сожалению, не всегда проекты устраивают в конечном счете потом эксплуатацию. Мы сегодня будем искать способы как все-таки это все решить. Все вопросы подрядчик очень относится к этому положительно. Срок окончания строительства по плану 31 июля 2020 года. А уже 1 сентября здесь пройдет первая линейка. Елена Винс, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН. Это время местное событие недели. Конкурсы профессионального мастерства педагог года и воспитатель года стали для Магнитогорска уже традиционными. В течение нескольких месяцев 63 номинанта проходили отборочные туры. В итоге представить жюри свои инновационные разработки и побороться за звание лучших смогли лишь 5 кандидатов в каждой номинации. Учитель школы, педагогический дебют, педагог дошкольного образования, учитель-дефектолог и классный руководитель. Финалы конкурсов профессионального мастерства в номинациях педагог дошкольного образования, учитель школы и педагогический дебют уже позади. Жюри под впечатлением. Креативность в подходе к процессу обучения детей разных возрастов превзошла все ожидания. Кто-то ратовал заведение сдачи норм ГТО в детских садах. В этом году участие в конкурсе профессионального мастерства впервые смогли принять учителя-дефектологи и логопеды. И это объяснимо. В Магнитогорске всегда была сильная система коррекционного обучения. И сейчас, когда активно реализуются идеи инклюзивного образования, когда в числе прочих в классе обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, становится очень важна работа в тандеме коррекционного педагога с другими учителями. Эту номинацию в области ввели впервые в прошлом году, но даже она в рамках 2019 года проходила как апробационная. А на муниципальном уровне проводится первый раз и в этом году в области это уже пойдет как тоже регулярное массовое мероприятие. В финале сплошь представительницы прекрасного пола. Каждая из них постаралась максимально наглядно презентовать джюри свои методы работы с учениками. Умельщица и рисовательки не помогают разнообразные образовательные конструкции. С учетом особенностей своих учеников Ирина Котельникова, учитель-дефектолог с 26-летним стажем презентацию решила продублировать жестами сурдопереводчика. Главные жесты мы будем учить со всем залом. Наталья Писарева изюминкой своего мастер-класса решила сделать упор на практические навыки обучаемых. Инвентарем для выступления пожалуй удивило всех. В ее арсенале пластиковые трубы, хомут и сварочный аппарат. Кое-что помогли принести коллеги, кое-что пришлось взять дома у мужа, ну и аппарат мы взяли в аренду на прокат. Завтра на базе пятой школы пройдет финал в номинации классный руководитель. По итогам заключительных этапов конкурса в каждой номинации будут определены два призера и победитель, которому выпадет честь представлять Магнитогорск на областном уровне. Имена счастливчиков огласят в начале марта. Дина этой неделе в 67-й школе проверили качество горячего питания. Народные контролеры от партии Единая Россия оценивали температуру каши и омлета, а также объем выхода готовых блюд. Присоединилась к общественникам и наша съемочная группа. Сегодня на завтрак в 67-й манная каша, омлет, сыр, хлеб и какао напиток. До прихода из голодавшихся детей на столы ставится все, кроме каши. Сначала контролеры Анна Фасхеева и Алексей Абдурахманов проверяют вес омлета. Мы взвешиваем омлет. У вас выход 105 грамм. Давайте будем измерять. Допустимое отклонение от 3 до 5 граммов. На выходе есть порции по 112 и по 108. Режет человек, не компьютер. Среднее значение из 5 взвешенных порций 107 в пределах нормы. 136 сзади 5. Далее измеряется температура каши. Она должна быть не менее 65 градусов. Но сразу из кастрюли конечно же выше. Сейчас уже доходит до 70 градусов. То есть соответственно. То есть соответственно температурный режим соответствует. К контролеры отмечают также приемлемый вкус омлета и каши. А далее начинает работать раздаточный конвейер. Именно потому, что в этой школе основное горячее блюдо каждый ребенок забирает сам, холодным оно никому не достанется. От системы раннего накрывания на столы здесь отказались 9 лет назад. Таким образом мы вообще сняли проблемы и вопросы родителей почему блюдо оказалось холодным. Наши дети получают блюдо от раздатки это гарантированно всегда горячее. В 67 школе 44 класса 1198 учащихся это одна из самых больших городских школ. Горячим питанием здесь охвачено практически все начальное звено. В старших классах все очень по-разному. Есть дети второй смены они приходят в школу уже сытыми там охват поменьше это 84 85 процентов а старшеклассники 90 процентов охват питания при том что у старшеклассников есть право выбора или это будет манная каша или это будет буфетная продукция. Десятидневное меню сбалансированное оно разрабатывается специалистами компании поставщика услуг питания и утверждается в Роспотребнадзоре. Присутствует блюдо из птицы из мяса из рыбы и обязательно молочной обращаем внимание на то что кашу доедают далеко не все вот и семиклассник Артем осилил только 100 из 200 граммов. Ну наелся потому что наелся потому что ну да да вкусно девятикласснику Максиму тоже вкусно но он предпочитает продукцию из буфета. Кормят нормально пицца сосиски в честь чай сок есть булочки с сахаром нормально тоже. Народные контролеры вот уже почти десять лет проверяют санитарное состояние школьных столовых качество поставляемых продуктов ассортимент блюд и квалификацию сотрудников. Вот и 67 школа прошла проверку с оценкой отлично. Мы проверили температурный режим что соответствует также мы проверили объем блюд объем блюд на выходе соответствует меню раскладки то есть по объему блюд тоже нет претензий Мы довольны тем что здесь все нормативные акты соблюдаются полностью Андрей Рыжков Денис Иванов телекомпания ТВН К другим темам нашего обзора о намерении снизить цены на свою продукцию поступающую в торговые сети Челебинской области накануне заявили сразу несколько крупных производителей продуктов питания Снижение розничных цен произойдет уже с 1 февраля Такая договоренность была достигнута во время встречи местных производителей Союз Пищепром Ситна Ресурс Макфа с представителями крупнейших торговых сетей Х5 Ритейл Групп управляет магазинами Пятерочка и перекресток Лента Ошан Метро Монетка Переговоры проходили по поручению губернатора Алексея Текслера который приложил немало усилий чтобы эти встречи состоялись и активном посредничестве областного правительства Не секрет что ежегодно правительство региона наращивает поддержку наших аграриев на это направляется более 4 миллиардов рублей ежегодно благодаря этой поддержке ну и естественно в первую очередь труду наших крестьян переработчиков мы увеличиваем объем производимой продукции у нас в области тройной профицит хлебопродуктов двойной по мясу и колбасе мы лидеры в стране по макаронным изделиям крупам готовым завтракам по ряду других продуктов несмотря на снижение темпов роста инфляции значительная часть наших сограждан в силу низких доходов ограничивает себя по ряду продуктов питания о проблеме низких доходов граждан говорил и в своем послании 15 января президент России Владимир Владимирович Путин тема доходов это тема отдельного разговора правительство области готово поддержать если конечно такое предложение поступит инициативу производителей снизить цены на продукты питания по ассортиментному перечню при этом важно чтобы такая региональная скидка была существенной от 10 до 30 процентов ну а по некоторым видам продукции может быть и выше на этой неделе 85-летний юбилей отметил магнитогорский трамвай события знаковые не только для сотрудников муниципального предприятия Макгортранс но и для всех горожан которые неизменно пользуются самым экологичным транспортом магнитки подробности торжества в нашем материале пуск оперного трамвая магниток ожидали с нетерпением ведь перемещаться по строящемуся городу было трудно всего за первый день было привезено 15 тысяч пассажиров и продано 8 тысяч миллионов за 85 лет что трамваи курсируют по транспортным артериям магнитки конечно многое изменилось в ногу со временем совершенствовался подвижной состав железнодорожные пути опоясали весь город металлургов шутка ли по своей протяженности они занимают на сегодняшний день третье место в России вот у нас уже с вами 44 новых вагона курсируют по линии это практически 30 процентов того объема который мы с вами ежесуточно выпускаем на линии и я вам точно говорю что мы на этом не остановимся мы будем планомерно менять подвижной состав неизменно одно трамвай остается одним из самых востребованных видов общественного транспорта магнитогорска надежда ефимова знает об этом как никто другой вот уже 25 лет она работает на предприятии магуртранс контролером кассиром выручка не падает как-то более-менее держится на одном уровне за 85 лет трамваи магнитки перевезли более 8 миллиардов пассажиров на сегодняшний день бесперебойную работу на предприятии магуртранс обеспечивают 1260 человек в честь юбилея многие из них были награждены почетными грамотами городского и областного уровней следствие по ремонту подвижного состава Макаренко Александр Петрович друзья мои пожелания вам в этой связи одно из вот известного комитетного фильма советских времен пусть наши магнитогорсы в булочную на такси не ездят а пользуются там тем временем в социальных сетях разгораются споры о том что будет построено в магнитогорске между цирком и торгово-развлекательным комплексом континент сейчас эта территория огорожена забором за которым ведутся предварительные работы под застройку у многих горожан есть предположение что в скором времени там появится магазин крупной международной компании ритейлера в ситуации разбиралась наша съемочная группа забор который появился за торгово-развлекательным комплексом континент в начале января сразу породил у горожан множество вопросов было понятно на этом месте скоро будет стройка интернет запестрел сообщениями воздвигают крупный торговый центр некоторые магнитогорцы возмутились зачем отдавать под очередной объект торговли одно из любимых мест отдыха однако как выяснилось эта территория является частной собственностью и на убранство парка у вечного огня она никак не повлияет территория парка здесь не пострадает потому что в соответствии с утвержденным генпланом города в соответствии с утвержденным проектом планировки эта территория уже давно планировалась для размещения объектов торговли в частности для хорошего мощного торгового центра с хорошими собственниками которые способны сделать значимую для города постройку так что это за значимая для города постройка общественность сразу предположила место выделено под строительство магазина международной компании ритейлера конкретно Леруа Мерлен она предлагает широкий ассортимент строительных материалов а также товаров для дома и сада известно что ее представители приезжали в Магнитогорск в 2018 году и делились планами открыть здесь гипермаркет стоит сказать что обычно эта сеть приходит в города миллионники и многие считают что открытие магазина Леруа Мерлен в Магнитогорске событие значимое в первую очередь это большой ассортимент именно садового инвентаря строительного инвентаря что немаловажно так как у нас очень много садоводов большая численность плюс того же у нас развивается малоэтажная застройка и фактически тот ассортимент который есть и по доступным ценам он для нас приемлем улучшается конкурентная среда а это что такое это и снижение цен на данный вид продукции и соответствую улучшение качества правда многие магнитогорцы опасаются что из-за торгового центра возникнет транспортный коллапс и проспект Ленина на этом участке утонет в пробках но в управлении архитектуры и градостроительства эти страхи не разделяют планируется организовать заезд с улицы Грязнова минуя перекресток Ленина-Грязнова для того чтобы не создавать никаких пробок для того чтобы сделать максимально удобным въезд и выезд в это пространство поэтому сейчас мы ведем работу с предпринимателями и направляем все их усилия для создания максимального удобства для горожан и для предпринимателей впрочем говорить о сроках строительства пока рано как рано и констатировать что будет возведен именно гипермаркет Леруа Мерлен более того пока даже неизвестно как будет выглядеть будущая постройка никакой проектной документации ни эскизной ни рабочей пока не поступало в адрес управления архитектуры и мы здесь пока еще не видим того что там должно быть но как только появится я думаю что мы общественность об этом будем сразу же информировать и будем показывать рассказывать и поэтому горожане могут быть спокойны что все будет хорошо будет продолжать следить за развитием событий и рассказывать горожанам свежую информацию и телекомпания ТВИН остается добавить что городская власть пообещала что держит руку на пульсе и объект появится только в том случае если будет соответствовать всем требованиям требования к эстетике данной постройки будут предъявляться самые высокие в полном соответствии с теми требованиями которые мы утвердили для по архитектурному облику городского пространства Павел Берсеня Владислав Гусев телекомпания ТВИН промплощадка в событиях на паровоздуходумной электростанции ПАО ММК продолжается реализация проекта по организации учета затрат он является частью программы которая притворяется в жизнь в рамках стратегической инициативы руководства комбината персонализация и управление ресурсами ее цель совершенствование учета расходов ресурсов а также создание системы соревнования за эффективность их использования экономия ресурсов всегда была одной из важнейших составляющих работы паровоздуходумной электростанции ведь в качестве топлива этот передел используют не только вторичные вырабатываемые самим предприятием домины и коксовые газы но и покупной природный газ это очень дорогой ресурс экономия только одной тысячи кубометров природного газа сохраняет комбинату порядка 60 миллионов рублей поэтому еще 10 лет назад в цехе попытались внедрить собственную систему учета расхода всех видов топлива это все уже проводилось автоматически данные заводились уже в программу и в экселе обрабатывались дабы не было скажем так человеческого фактора эксель обсчитывал сам и по окончании смены каждый мог видеть результат своей работы то есть начальник смены начальник участка и рядовой работник станции мог в конце смены оценить свое качество работы по таким показателям как расход природного газа коксового доминного газа потребление химочищенной воды питательной воды электроэнергии на собственные нужды на паровоздуходом электростанции зачастую перерасход ресурсов напрямую зависит от работника от каких-то его невыверенных действий ведь главная задача этого подразделения обеспечение дутьем сжатым воздухом восьми доминых печей каждая из них работает в своем режиме требуя для устойчивого производства конкретно ей нужных параметров поэтому каждый агрегат станции также работает в своем режиме который может измениться в любой момент и это четко обязан отслеживать весь технологический персонал от начальника смены до машиниста стоит сказать что внедрение внутрицеховой системы учета расходов в результате принесло неплохую экономию ресурсов именно поэтому руководством комбината было принято решение усовершенствовать эту систему поразительная получается разница между тем что у нас было и что мы вновь сейчас вводим новый этап создания проекта микро МВЗ включает в себя более 100 узлов учета которые скажем так закрывают и микро МВЗ ПВС и микро МВЗ доминового цеха в режиме реального времени скажем так начальник цеха начальник смены будет видеть режим загрузки станции блока определенного агрегата видеть режим при изменении каких-то нагрузок изменения работы станции это все оперативно может быть изменить еще до изменения каких-то уже или прихода к какой-то ситуации также этот проект делает абсолютно прозрачной работу каждого сотрудника станции возлагая персональную ответственность по расходу ресурсов мы можем оценить каждого работника который в этом участвует то есть мы видим как каждый работник влияет на экономику станции то есть отработал он положительно видим что в его смену например ресурсы какие-то снизились выбран был оптимальный режим и оборудование работает в наиболее эффективном состоянии или наоборот например по тем или иным причинам он ну скажем так безалаберно отнесся к своим обязанностям другими словами проект позволяет не только осознанно экономить ресурсы но и создает систему соревнований за эффективность их использования кстати работать результативно будет выгодно лучшие по итогам каждого месяца будут награждаться денежной премией остается добавить что до старта всех этих нововведений остались практически считанные недели поскольку монтаж приборов учета уже закончен ведется еще прием и передачи оборудование после проведения ряда замечаний при пуске наладки то есть сейчас пока у нас идет в большем объеме прием и издаточной работы в конце этого месяца мы должны выйти уже из тестового режима и должны давать уже определенные цифры для анализа работы нашего персонала Татьяна Артеменко Александр Мургунов телекомпания ТВН 25 января неофициальный но всеми любимый праздник Татьянин день его отмечают не только студенты очаровательные носительницы этого старинного и красивого имени также принимают поздравления в четвертом листопрокатном цехе ПАО ММК как минимум двум Татьянам скажут с праздником они идут по цеху как по подиуму но их вотчина повыше будет поэтому хоть и красота на лицо наши девушки королевы высоты знакомьтесь Татьяна Шкирмонтова у нас в семье наверное так заложено что ли у меня мама машинист крана и Татьяна Андреева мне нравится высота сам процесс когда работаешь сам обе Татьяны крановщицы участка адюстажа листопрокатного цеха номер 4 только работают в разных тупиках одна загружает рулоны горячекатанного металла в агрегат другая снимает готовую продукцию с такого же агрегата работа машиниста заключается в этом тупике съемка металла готовой продукции идет отгрузка вагоны складируем металл вот штабеля потом грузим вагоны идет отгрузка вагонов у нас Татьяна Шкирмонтова на комбинате с 2011 года недавно вышла из декретного отпуска сейчас мама на работе сын Сережа в детском садике оба привыкают ну как приходится все таки уже мальчик большой полтора то сразу не вышло было жалко мне все говорили отдавайте отдавайте его в садик я пожалела то что еще совсем маленький все таки от мамы тяжело нам было очень да даже сейчас очень тяжело мама постоянно но все равно привыкает после трехлетнего перерыва Татьяне и на своем рабочем месте пришлось заново осваиваться но это было не сложно одно из качеств присущих Татьянам уверенность в себе я поначалу конечно боялась очень переживала но столько лет отработала я руки все равно помнят работу главное быть уверенным ничего не бояться всем Татьянам надо чем-то управлять почему бы не краном Татьяне Шкирмонтовой повезло сама судьба вела ее к профессии машинистами крана были мама и родные тети ну я попробовала себя в другой сфере там что-то немножко там что-то отучилась на машиниста крана вы знаете мне очень понравилось знаете такое прям я не знаю не то что адреналин а вот как-то придает как-то уверенности в себе ты управляешь ты краном управляешь ты всю смену в движении вот что мне нравится про Татьяну говорят она исполнительно и аккуратно наша героиня в работе осторожно и внимательно под краном могут быть люди напряженная 12-часовая рабочая смена для нее сущий пустяк и очевидно не повод запускать себя у меня привычка такая всегда за собой смотреть ухаживать все-таки мы девушки на комбинате нас не так уж много стараемся выглядеть хорошо мне мой старший речик дает задание найти рулоны определенной партии я их должна выставить на агрегат Татьяна Андреева на комбинат пришла в 2002 году после учебы в 47-м училище говорит над выбором профессии особо не задумывалась так получилось все девочки пошли с класса несколько человек ну и я с ними вот так получила задание поднялась на посадочную площадку включила кран и 12 часов от агрегата к рулоном и обратно десятки и сотни раз вот рулон нашла он подписан партия которая мне нужна вот мне сейчас его надо забрать выставить на агрегат на взгляд стороннего наблюдателя рутина но мы же помним Татьяны личности самостоятельные и всегда любят быть на высоте в данном случае в буквальном смысле мне нравится высота сам процесс когда работаешь сам знаешь куда что поставить обслуживаешь агрегат если она поставила себе цель она ее обязательно добьется чего бы ей это не стоило это про Татьян вообще и про Татьяну Андрееву в частности когда в лагере мы были занимали первые места там по бегу по прыжкам вот как поставили перед собой цель и шли к этому вы были первые в беге или в прыжках? и там и там в отношениях Таня нежна и мила ей нужен сильный и уверенный в себе мужчина так пишут про всех Татьян на женских сайтах Татьяна Шкирмонтова и Татьяна Андреева нашли себе достойных спутников и именно с семьей связаны их мечты ну самая главная мечта это здоровье ребенка счастье семейное хочу еще двоих детей так что это я думаю хорошая мечта друзья мы с оператором решили что мне надо воспользоваться возможностью и загадать желание находясь между двумя Татьянами и я это делаю я желаю чтобы у Татьян таких красавиц все в жизни было хорошо и чтобы сбылось то о чем они мечтают Андрей Рыжков Аркадий Стариков телекомпания ТВИН что такое хромокей и для чего диктору новостной программы педали ребята из школы интерната номер 5 побывали на экскурсии в телекомпании ТВИН и открыли для себя настоящую магию телевидения кстати пришли они в студию не только из любопытства были у детей и более прагматичные цели подробнее обо всем прямо сейчас экскурсия в телекомпанию начинается с вешалки а затем перемещается к рабочему столу именно здесь корреспонденты получают микрофоны операторы настраивают камеры и готовятся к выезду на съемку о каждом шаге съемочной бригады гостям рассказывает журналист с 15-летним стажем работы Станислав Юдин сегодня он в роли гида по телестудии проводника в телевизионный мир ребята а как вы думаете откуда вообще берутся новости вот самая титульная программа любой телерадиокомпании это конечно программа новостей на самом деле мы очень тесно сотрудничаем со всеми спецслужбами с полицией с пожарными со спасателями с городской администрацией с пресс-службой Магнитогорского металлургического комбината всех основных производств города Магнитогорска и области в том числе в телекомпании ТВН такие познавательно-развлекательные экскурсии проходят регулярно а сегодня в роли слушателей воспитанники школы-интерната номер 5 для детей оставшихся без попечения родителей это в основном ученики 9 класса то есть наши выпускники которых мы хотим познакомить с различными профессиями для того чтобы облегчить им выбор своей дальнейшей судьбы мы очень хотели прийти мы у вас первый раз в таком составе хотя бы с вами хорошо знакомы и плотно общаемся спасибо вам за это и дети хотели посмотреть как делаются новости и смогут ли они свои какие-то знания применить уже в данной области информации на экскурсии было получено немало чем отличается студия на экране телевизора от реальной как выглядит процесс создания телепрограммы и в чем особенности ведения прямого эфира об этом ребятам рассказали в эфирном монтажном комплексе программы магнитогорское времечко вот именно так выглядит наш павильон с этой стороны записываются другие программы познавательная страничка сменяется практическим заданием Станислав Юдин предлагает всем желающим попробовать себя в роли ведущего спортивной программы встать за стойку и прокомментировать к примеру последний бой Макгрегора который длился всего 40 секунд ну и сделать прогнозы на будущее представьтесь пожалуйста как его зовут Михаил Дмитриевич да Михаил Дмитриевич спортивный эксперт нашего телеканала скажите пожалуйста Михаил Дмитриевич после вчерашнего боя что вы скажете какие каковы шансы у Макгрегора просит нашего Хабиба есть вообще конечно есть Хабиб умотает вот увидите что ж спасибо большое рассказали ребятам о том для чего на стенах так много зеленого цвета это так называемый хромакей фон на котором снимают видео а после накладывают поверх необходимое изображение на тяге а магия так снимается и Властелин колец и Варкрафт и там не знаю голума того же самого персонажа из Властелина колец также отрисовывали а здесь у нас уже павильон другой программы это современный отремонтированный буквально месяц назад в этом павильоне записывается программа новостей телекомпании ТВИН на призыв экскурсовода попробовать себя в роли ведущего ребята не спешили откликаться поэтому первый шаг в мир телевидения сделали педагоги конечно предварительно узнав что такое суфлеры как с помощью специальной педали им управлять здравствуйте в эфире выпущены новостей компании ТВИН студии Илья приятным приятным бонусом для ребят стала встреча с действующими журналистами телекомпании ТВИН и знакомство с процессом монтажа телевизионного сюжета вообще я представляла все как происходит но не настолько все как бы реалистично придя сюда я испытала очень много позитивных эмоций меня это удивило я побывала в роли журналиста в роли корреспондента и для меня это очень удивительно но что самым сложным было вот побывав в роли корреспондента быть в роли корреспондента быть очень раскрепощенной не каждый из этих ребят собирается связать свою жизнь с журналистикой но этот опыт все равно окажется для них полезным ведь многие уже завели свои каналы в соцсетях и теперь есть ценные знания чтобы двигаться дальше Евгения Солхудинова Александр Макаров телекомпания ТВИН В первой неделе января российский интернет-портал опубликовали несколько рейтингов которые оценивают популярность горнолыжных курортов страны несмотря на то что их количество с каждым годом растет в числе лидеров уже много лет подряд остаются курорты Магнитогорского металлургического комбината расположенные в Абзаковой на озере Банном о том что позволяет им идти в ногу со временем и достойно выдерживать серьезную конкуренцию нашей телекомпании рассказал директор управляющей компанией ММК Курорт Егор Кожаев Какие бы разнообразные возможности для качественного отдыха не предлагали курорты ММК для многих это по-прежнему в первую очередь катание на горных лыжах и сноуборде Тот подъемник который находится на Банном он в принципе до сих пор соответствует всем современным требованиям он является очень удобным гондольного типа если говорить об Абзакова то да конечно в последние годы мы имели некое недовольство со стороны тех людей которые приезжают на курорт тем что бугельные подъемники это вроде как не так удобно не так современно как везде и благодаря этому и благодаря решению руководства Магнитогорского металлургического комбината тогда была принята инвестиционная программа и совсем недавно запустили кресельный подъемник некое начало нового развития курорта потому что мы сейчас понимаем после новогодних праздников когда практически нигде снега не было и вся Россия приехала кататься в Абзакова и на Банна что в принципе нам нужно заниматься и парковочными местами и увеличивать количество трасс после введения в строй нового кресельного подъемника эта тема стала по-настоящему актуальной но даже при уже существующей инфраструктуре курорты ММК в разгар сезона являются любимым местом многих спортивных команд уже не первый год Олимпийская сборная России по сноуборду проводят тренировочные лагеря именно в Абзакова сюда же в первые недели нового года съезжаются участники популярных всероссийских соревнований по биатлону Кубок Анны Богалей а склоны горнолыжного центра на Банном в конце минувшего года впервые приняли этап Кубка мира по сноуборду помимо количества снега и качества подготовки трасс Банны и Абзакова предлагают гостям максимально разнообразные варианты проживания по количеству койко-мест они превосходят розу хутор и красную поляну в чем койко-места совершенно разного уровня то есть есть возможность там снять частный дом там за какие-то копейки есть возможность отдохнуть там в полноценном современном санатории вот санаторий юбилейный и там гостиницы ну то есть на любой вкус и кошелек места проживания есть поэтому все это находится рядом с горнолыжными центром и безусловно людям очень удобно однако людей готовых часами находиться исключительно на трассах с каждым годом становится все меньше отмечает руководитель ММК Курорт большинство настроено на разнообразный активный отдых это часто максимум полтора катания на горных лыжах и в дальнейшем им нужна вот эта инфраструктура которая там модно там за границей называется апрески то есть это после лыж это сауны это бани это рестораны это какие-то ночные клубы санаторий юбилейный он себя позиционирует конечно в большей части не как горнолыжный курорт портрет нашего потребителя он достаточно такой четкий и определенный то есть основная доля это семьи это люди как правило там возраста там ну чуть старше сорока или около сорока это обязательно семья это обязательно один или двое детей поэтому конечно мы огромные усилия сейчас тратим на то чтобы и детям и супругам там и всем было было интересно действительно количество поклонников горных лыж и сноуборда в россии уже много лет находится примерно на одном уровне около 4,5 миллионов человек а вот другие виды беговые лыжи кроссфит трейлы по лесу и пересеченной местности каждый год демонстрирует рост популярности в 10-15 процентов поэтому стратегическая задача ММК курорт сделать банной и Абзакова по-настоящему мультиспортивными объектами на еще более высокую ступень должна подняться и медицинская составляющая причем медицина не простая цифровая то есть это все возможные цифровые там модели человека это машинное зрение которое позволяет там например на ранней стадии у ребенка определить там предрасположенность его к тому или иному виду спорта там по механике его движений по биомеханике там как он движется какое состояние у него здоровье скелета там мышечного вот мы очень хотим этим заниматься переговоры ведем с русской венчурной компанией РВК вот для того чтобы запустить вот эту программу в санатории словом стратегия развития курортов МАМК выходит далеко за рамки горнолыжной программы активный отдых самых разных направлений поддержка здоровья и многое другое так что нынешние призовые места Баннова и Абзакова в национальных рейтингах наверняка не последние Пара Зайцев Владислав Гусев телекомпания ТВИН Из подтверждения только что сказанного в биатлонном комплексе Абзакова завершился второй этап всероссийских детско-юношеских соревнований Кубок Анны Багали и Скай Мир в популярных соревнованиях приняли участие 460 атлетов из 21 региона страны в заключительный день боельщиков ждал традиционный десерт эстафеты такой формы гона где в одной команде бегут представители разных городов и разных возрастных групп фирменная находка Кубка Багали непредсказуемые старты дают шанс каждому оказались в числе призеров и магнитогорцы которым до этого не повезло Если сам ты пока не готов биться за призовое место в этой гонке у тебя есть шанс попасть в команду с сильными партнерами и подняться на пьедестал Это сполна ощутили на себе двое воспитанников спортклуба Металлург Магнитогорск Первая эстафета объединила самых старших юношей и девушек с самыми младшими участниками Вне конкуренции была сборная во главе с Ксенией Караман из Новосибирска Именно она вытащила свою четверку с седьмого места после первого этапа в лидеры Магнитогорец Данил Алферов закончил свой стартовый этап пятым Но ему достались хорошие юные напарники Итог серебряные медали Владимир Безрученко тоже стартовал не слишком удачно Однако его команда постепенно улучшала позиции и добралась до бронзы Я отработал первый этап со стрельбой немножко не справился Зашел на два штрафных круга Вторая эстафета свела вместе девушек 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения И на сей раз уже воспитанница спортклуба ММК Анастасия Михайлова выступила в качестве лидера своей команды Она допустила всего один промах и на своем этапе отыграла почти минуту отставания В итоге ее четверка завоевала бронзовые медали И вот наконец заключительная самая многочисленная эстафета из 69 команд 30 стартуют именно в ней Это юноши 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения После первого этапа лидирует команда номер два Около 30 секунд уступает ей команда номер девять за которую выступает магнитогорец Салемжан Кейгбаев На втором этапе лидер меняется Скоротечная гонка три круга по 800 метров с двумя огневыми рубежами Руслан Каримов из Башкортостана работает отлично и передает эстафету Салемжану Кейгбаеву первым Преследователи отстают на 10 с половиной секунд Магнитогорец проходит свой этап здорово закрывает девять мишеней из десяти и увеличивает отрыв своей команды до 19 секунд Но дальше случается катастрофа Последний участник допускает пять промахов и отбрасывает четверку на второе место А позже выясняется что он не докрутил один штрафной круг Команда получает две дополнительные минуты штрафа и занимает лишь одиннадцатое место А победу на последних сотнях метров вырывает команда номер семь Роман Демин с Сахалина несмотря на четыре промаха финиширует триумфатором И это при том, что партнеры привезли ему отставание в 75 секунд от лидера С партнерами познакомились на пристрелке вроде хорошие парни Но я понимал то, что я могу догнать лидера и поэтому включился в работу Что ж, как на любых стартах здесь есть свои взлеты и свои падения Но любой результат сейчас даже самый неудачный хороший урок на будущее А биатлонное будущее у многих этих ребят точно есть И гостеприимный курорт ММК Абзакова который в очередной раз здорово справился с приемом соревнований не прощается с Кубком Багалей а лишь говорит ему до свидания Мы вас ждем через год Через год обязательно учтя все замечания Анны Ивановны мы проведем на должном уровне как всегда четыре раза уже проводили его поэтому в пятый раз это такой будет юбилей Мы вас ждем Ну и конечно же я хочу сказать огромное спасибо Анне Ивановне заслуженному мастер спорта двукратной олимпийской чемпионке и просто красивой женщине за то, что она дала нам шанс на нашей башкирской земле Дома Абзака прикоснуться к этому прекрасному виду спорта Тренировок, знаний, умений, силам на ближайшие месяцы для того, чтобы сезон у вас удался еще есть самая середина есть время подготовиться как я уже сказала со многими встретимся на Сахалине ну и финал у нас в Новосибирске поэтому милости просим Маме за год спасибо Сахалин встречаем Павел Зайцев, Олег Карпенко телекомпания Тренировок если развитие наших курортов такими темпами будет продолжаться и дальше то Магнитогорск как центр туризма будем упоминать безо всякого намека на иронию чему лишнее подтверждение грядущий через две недели крупный медиафорум в юбилейном вот через две недели и расскажем увидимся там же время местное спонсор программы публичное акционерное общество магнитогорский металлургический комбинат по данным бюро погоды в воскресенье 26 января нас ожидает значительная облачность обложной снег, дымка ветер юго-западный с переходом на южный 2-5 метров в секунду порывах до 10 метров в секунду температура воздуха ночью минус 5-3 градуса днем 3 градуса ниже нуля по данным бюро погоды в понедельник 27 января нас ожидает переменная облачность преимущественно без осадков ветер западных направлений 5-6 метров в секунду в порывах до 11 метров в секунду температура воздуха ночью минус 4-7 градусов днем минус 10-6 градусов до 8 минут социальной облачности подгорания 疾 medo 골�正 таких Продолжение следует...